Да, в футболе, в футболе, конечно, в футболе. Не на армянском, можно это же самое? В 98-м году вы где были тогда? Где Барсов? Хочу, хочу в Премьер-Ли... Орел живой, а вдруг полетит? Э-э-э, вот так... Домой не пустят. Бондинка, брюнетка, шатенка. Красавец, молодец. Парень жесткий, да. Ха, с колена. Эджин Дрэгон! Вот этот... Взял вот так шашлычок. Всем привет, меня зовут Роман Вагин. Со мной в студии... Шавиль Гаджиев, так зовут меня, друзья. Это подкаст все еще лучшая, посвященная. А лучшей, а лучшей лиги мира. А лучшей лиги мира. Первая, Мелбет, первая лига, друзья мои. Вот много-много желающих, которые всегда просят, где же развлекалово, где же контент, где же юмор, где же вот эти вот звоночки в клубы, где же общение, где вот надоело Спартак, Зеница, СК и прочее. Дайте нам Мелбет первую. Да нате вам Мелбет первую. Забирайте. Специально для этих 18 человек и моей мамы. Мама, привет. Мы делаем вот это вот. Откратительно закончилось. Что будет в соцсетях? Будет что-то невероятное. Будет взрыв эмоций. Все посмотрят. Все опять же... 18, да, человек? 19. А, теперь уже 19. Все посмотрят. Будет очень здорово. Посмотрим. И мы, наверное, хотя не уверен. Ну, а расскажем обо всем. Событий очень много. И, конечно, начинаем мы с того, что осень на дворе. Ноябрь, ноябрь, да. И буквально вот на днях в Калининграде потрясающая игра. Я думаю, что матч года, а может быть даже и века, Балтика обыграла Аланию в матч, который для нас с Шамилем сегодня будет костью у него. Нет, ну, кого-то в глотке, наверное, да. Потому что матч, который не оставляет равнодушными, матч, который заставляет будоражиться, заставляет даже где-то возбуждаться по-хорошему, что я сейчас и делаю прямо перед вами. Об этом матче можно говорить... Спасибо, что рассказал. Можно говорить долго, вечно, но у нас есть специально обученные люди, получающие огромные деньги, которые придумали верстку, где есть рубрики. Одна из них называется «Сладкостелят». Да, друзья, рубрика «Сладкостелят», в ней мы в сегодняшнем нашем выпуске покажем, как Балтика ярко и мощно встречала Аланию перед центральным матчем 17-го тура. Они сделали великолепный перформанс, осетинская музыка, осетинские костюмы, осетинские, возможно, пироги, осетинские люди красивые. И вот давайте смотреть, друзья, вот заходят футболисты Алании, все слышно, атмосфера сразу. Очаровательно, у Алании СММ-шится. Вот этот мужчина, почему он такой серьезный? Он даже в концовке сдал немножко. В концовке улыбнулся, да. Глазом правым, да. Вот, вот, приятно, конечно, всем брать пример. Орел живой, Орела зовут Бага! А, нет, это футболисты там зовут. В общем, как-то так тоже, да. И вот, конечно, ребятам, Шавлохов. Ну, всем приятно посмотреть на то, что происходит. Но, знаешь, что самое интересное? Вот смотри, Шавлохов шел серьезный. Солдатенко... Он потом плакал, отвлез счастья. Возможно. Солдатенко шел осетин в наушниках. А знаешь, что сильнее всех улыбнулся от этого перфоманса? Кто-то из таких необычных вариантов, да? Ну, для Алании, да. Максим Петров. Ты подготовил. Максим Петров. Да. Потому что первый раз увидел орла живого, да. Ребята-то, у каждого из этих, кого ты назвал Солдатенко, у них дома по 8 орлов. А Петров, конечно, он в Москву приехал, он ничего не знает, что он локомотив, где он там, паровозы, станции, вагоны, рельсы. Ничего не видел, как бы тут орел жива. Ну, а вдруг полетит, а он у вас что, это колбасу? Это же тоже все удивляет. Но, кстати, вот я, если честно, немного не согласен с тем, что был орел. Потому что символ Алании, Барс, Барс, где Барс? Подожди, вот сейчас шансы, что Балтика и Алания поднимутся в премьер-лигу, и в премьер-лиге уже... Будет бегать Барс? И в премьер-лиге уже глава клуба по развитию Юрий Аракелян обещает, я думаю, да, Юрий, обещает Барса Снежного, который, может быть, даже будет бегать. Да, давайте послушаем, друзья, что нам скажет Юрий Аракелян, он у нас появляется на связи в нашем подкасте. Кстати, история, первый гость наш в истории подкаста все еще лучшая. Мне нравится то, что мы сразу задаем тон с больших людей, и приятно, что все-таки накануне чемпионата мира это Леонель Месси. Мог бы быть? Нет, приятно, что состав объявлен, последний для него чемпионат мира или не последний, он у нас в прямом эфире. Это вот уровень того, что должно быть в интернете, да. Я не считаю так. Приятно, что Леонель все-таки согласился и отдал свой телефон Юрию Аракеляну, который и пообщается сегодня с нами по поводу матча Балтика-Алания. Глава отдела развития Балтики Юрий Аракелян. Юрий, здравствуйте. Юрий, привет. Всем добрый. Добрый, добрый, добрый. Восхищение находится Россия. Это связано с тем, что происходит у вас в клубе. Невероятные перформансы, которыми вы обволакиваете. Вы что-то там, видимо, принимаете, какие-то препараты, которые расширяют сознание, и выходите в межгалактическое пространство с использованием всевозможных привлекательных вещей, форматов. Вот Алания прилетела. Да, и как встретили Аланию... Можно же было ничего не делать. Можно было ничего не делать. Можно было даже автобус не присылать. Я без автобуса пешком там... Учитывая мощнейшие осетинские диаспоры в любом регионе, нашли бы когда ехать, конечно. На Волгу, да, да. Мне, кстати, как дагестанцу приятно, что на Динамо-Махачкало они Приору нашли и встречали с Приорой. Махачкалинская Динамо. Но давайте про Аланию, давайте вообще про идею этих перформансов, Юрий. Вы в этом смысле новатор. Во-первых, вы новатор в смысле одевать футболку с годом основания команды на эфир. Мы этому очень рады, это очень круто. Хотели бы такую же, потом скажите, сколько стоит и где купить. Но не в этом вопрос. Как вообще Балтика дошла до того, чтобы... Что это придумывает, да. Да, чтобы так встречать соперников, чтобы нас только с уважением. Ну, знаете, у нас это пошло, у нас очень многие проекты получаются довольно случайно, там, на багаже того, что мы делаем. И мы одни из первых, кто делали по Нине с комиксами, просто не так много внимания уделялось. И вот четвертый год мы уже в клубе, у нас каждый год что-то происходило. Просто если до этого это делает Зенит, или точнее после нас, конечно, это принимает другой масштаб. То есть это сразу говорят о том, что это сделал Зенит. А сейчас просто появился матч ТВ, матч премьер. И мы бы это делали, и без того появился бы федеральный охват у нас или нет. Просто у нас каждый год какие-то фишки. Нам неинтересно просто так выполнять свою работу. А началось это с того, что на Тульский Арсенал, я раньше играл за Тульский Арсенал, уже рассказывал однажды эту историю. И очень хорошо знаю и гимн Тулы, потому что долгое время выходило, там болельщики пели его после победных игр и гимн Тульского Арсенала. Ну и просто пришла идея такая изначально мне вот именно разложить Тульский Арсенал, можно сказать, что команду, которая меня воспитала как футболиста. Дальше мы посмотрели на реакцию, и было понятно, что такого никто не делал, это будет наша визитная карточка. И все осталось только просто садиться раз в неделю по два часа придумывать, не более. Да, а Гузина может зайти и что-нибудь предложить? Кашчелан кто-нибудь из них? Слушайте, да, были такие варианты, но Гузина, конечно, нет, мы пока не играем на международной арене. Но Кашчелан может что-то предложить. Он может там написать, ну, на какую-нибудь другую тему, но может. Аслан Дудиев, да, у нас, допустим, из Алании, мы хотели задействовать его жену. То есть и с футболистами отличный коннект. И самое прикольное, что многие футболисты, поскольку в ФНЛ частая смена игроков в клубах, и ты многих знаешь, очень многие пишут перед игрой, ну, скажи, что, как будете встречать, интересно, поделись, скажи заранее. Мне, кстати, ну, уже звонили по этому, как мы встречаем гостей, это стало нашей фишкой. И мне задали на одной передачу, там, в одном интервью очень хороший вопрос, а как вы встретили бы сами себя? Или как вы встретили бы сами себя? Мы, я об этом сказал еще только одному человеку из нашей команды, но в целом, если мы поймем, что в последнем туре домашнем наша команда выходит в Премьер-лигу, или это будет какое-то интересное событие, мы сделаем такую встречу для нашей команды, и там подключим все мирогалактические, как вы говорили вначале, ресурсы. Ну, а то есть, как бы, не будет раскрыта тайна Балтики, как же, встречаете, интрига, Юрий, интрига? Ну, да, да. А вот, скажем, скажем, вот есть, я знаю, у скептиков, у критиков такой вопрос, а хватит ли креатива до конца сезона? Да, слушайте, это вообще не проблема, на самом деле. Это не проблема, потому что, безусловно, мы обращаем внимание на регион, на футбольный клуб, и Россия – это такая страна, в которой неиссякаемое количество талантов, интересных мест, пейзажей. То есть, можно же зайти через абсолютно разные вещи, да, там, через художника, который жил, либо писатель. Понятно, что Ульянов, да, это с Лениным связана такая большая ассоциация. Но не хотелось бы поверхностно делать. Тут вопрос, наверное, не в том, как это, хватит ли идей, а сейчас мы хотим поработать над тем, чтобы это было не так примитивно и не первые вещи, которые приходят на ум. Поэтому с элементарными точно хватит. Да, вопрос такой еще у меня. Все-таки вот есть ощущение, что иногда команды наши могут заигрываться в какой-то креатив, связанный с соцсетями и прочим, с околофутбольным таким антуражем. Но когда нет результата, то все это как-то смотрится несколько притянутым за уши. То есть должен быть, прежде всего, результат, вот у вас по фану, по фану все. Команда в группе лидеров, команда с претензией там спустя 8 миллионов лет вернуться в Премьер-лигу. И поэтому кажется, что все это уместно. Когда не будет результата, не дай бог, например, там у Балтики, да, все вот эти вещи как-то будут смотреться немножко вычурно, да? А я не соглашусь. А ты всегда это слушаешь. А я не соглашусь даже вот с тем, что Юрий нам рассказывал. Я извиняюсь, что перебью. В том году Балтика делала комиксы. В том же, да, это было году? Нет, комиксы были два года назад. А два года назад? Но в любом случае, это даже при том, что Балтика тогда тоже никуда не вышла, смотрелось все равно очень классно. Ну, да, вот Рубин, снимались в видеоклипах, пели песни и прочее, прочее, прочее. Команда вылетела из Премьера, кому это было нужно? Не знаю, я еще с удовольствием смотрелось так, как будто это первое время чумы определенные. Тут, безусловно, нужно разграничить эту историю. И каждый раз, в каждом эфире я стараюсь объяснять и говорить. Отдел маркетинга, отдел развития, они не могут работать хуже, если они задают определенную планку. Это тоже своего рода команда, но, к сожалению, в России, да, это не воспринимается. То есть здесь четко должен быть результат, и тогда только твои победы приравниваются к тому, что это все идет, и так далее, и так далее. Есть фидбэк? То есть они вам говорят, типа, блин, пацаны, классно, супер, просто кайф. Или наоборот, какие-то мысли в духе, типа, зачем это надо? Ну, приехали, зашли на стадион и спокойно все. Слушайте, ну, я думаю, что в любом случае, да, как это, как в жизни, многие будут и приветствовать твои идеи, многие будут завидовать, многие будут относиться к этому негативно. Вопрос в том, как ты воспринимаешь жизнь и насколько ты не оторван от нее. Мы самые главные цензоры на данный момент своей работы, и, безусловно, мы прислушаемся к людям. И если говорить о положительной тенденции с учетом результата команды, ну, это, наверное, там, процентов 95, конечно, все восторгают, всем интересно, кто-то нейтрален. И, безусловно, есть люди, которые говорят, куда вы тратите бюджетные деньги, но мы их не тратим, потому что мы делаем все либо по бартеру, либо стараемся где-то как-то это заместить. Но это не так дорого стоит, начнем с этого. Там, привезти орла, допустим, на Осетию. Ну, вот мы потратились, когда соседи работали, на три пирога осетинских. Вот посчитайте бюджет и скажите, насколько это дорого. Домашний был орел, которого он воспитывал с 7 лет. Да. Юрий, вопрос такой у меня еще в конце. Все-таки вот глава отдела развития Балтики, как считает, разовьется Балтика в этом сезоне до премьер-лиги? В мае будем вас поздравлять? Знаете, очень хочется... Нет, Юрий, да или нет? Да или нет, Юрий? Я не отвечу на этот вопрос. Безусловно, в душе я хочу верить, что да. Но это больше вопрос не к отделу развития, а к спортивному блоку, спортивному директору, главному тренеру и генеральному. Поэтому это не мое зоне ответственности. И у меня финальный вопрос, Юрий, вопрос как от комментаторов. Смотрите, вы классно встречаете команды. Если к вам прилетят комментаторы, их как-то встретите? Это личный вопрос. Слушайте, вот это отличный вопрос. Я думаю, что вы можете... Ну, Евгений Ловчев, Владимир, не комментатор. Александр Шмурнов. Павел Занозин. У нас же есть студия, и мы вот в первый год, когда ее сделали, мы приглашали на все матчи и транслировали прямо со студии, которая выходит на футбольное поле, приглашали комментаторов футбольных. Кстати, Алексей Андронов вот еще. Я думаю, у Андрона вы можете спросить, как мы встречаем. Я думаю, понравилось, безусловно, всем. Поэтому готовы встречать всех с распространенными объятиями и показывать, что у нас есть. Мы всегда открыты, это наш принцип. Я надеюсь, что Лидия услышала эти слова сейчас. Я очень на это надеюсь. Мы ждем от вас, Юрий, да, мы ждем от вас, что вы прорекламируете все еще лучше, лучший подкаст в истории мирового футбола. Везде это будет. От вас теплый, такой мягкий, ненавязчивый респект нашему подкасту, который так восхваляет Балтику. Да, безусловно, ребят, слушайте, я всегда рад с вами было. Безусловно, интересно общаться. Интересно, когда люди разбираются, обращают внимание на коллективы, которые что-то делают. Поэтому желаю вам успехов, удачи. И вообще любое начинание, которое развивает наш футбол, я считаю, что их должно быть максимально много, максимально разных, с разными мнениями. И поэтому желаю вам только удачи. Все смотрите подкаст. Лучшее. Подкаст лучше. Все еще лучше. А, все еще лучше, да. А можете всю последнюю эту фразу про то, что смотрите подкаст «Все еще лучше сказать». Я хочу в конце всем посоветовать и пожелать, смотрите подкаст «Все еще лучше» и подкаст «Балтиец». У нас тоже, кстати, есть. Все лучше, а я, а не все еще лучше. А, еще лучше, а я. Давайте, да. Лига лучше, поэтому все еще лучше. Я понял, 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 давайте. Ну что, в завершении нашего общения хочется сказать, смотрите все подкаст «Все еще лучше» и подкаст «Балтийцы». У нас тоже есть такой формат. Безусловно, рад будет быть с вами. Спасибо большое. Удачи вам по обету, успехов. Креативные ребята. Мы всегда... Калина, респект! Пока-пока. Насколько вообще «Балтика» креативит в этом сезоне? Это же уже не в первый раз, далеко не в первый раз, когда вот такие всевозможные они придумывают ходы, чем-то встречают, удивляют. Молодцы, молодцы. Смотри, футболисты «Динамо» и «Хачкала» ехали, рядом с ними ехала «Приора». Футболисты «Волги» ехали, рядом с ними ехал «Уазер». «Волга». Вот. Смотри, я не помню по календарю, едут ли московские команды или нет в гости. В Москве сейчас запускается завод «Москвич». Будет «Москвич», да. Да. И будет все в пальто «Большевичка» идти, да. И есть московские шоколадки. Ну, в общем, нет, молодцы. «Балтика» в любом случае, надо сказать спасибо за то, что дает повод нам вот такие вещи обсуждать. Это не какая-то там кулуарная желтуха-грязь. Как бы это прикольно. Молодцы ребята. Да, Ром, а у меня вот к тебе есть вопрос. А тебя бы вот как встречали, как бы ты хотел? Давай, твой «Райдер» три предмета, которые вот ты заходишь, Роман Вагин, на стадион «Балтики». Три предмета как бы сразу называют. Это «Блондинка», «Брюнетка», «Шатенка». Там Роман не женат. Третий, женат, кстати. Третий, четвертый, пятый размер. Третий, четвертый, пятый. Бомбардировщики, друзья, так звучит наша следующая рубрика. Роман хотел, чтобы это была песня. А и мы сейчас сделаем так, что рубрика будет песней, потому что этот гол может войти в золотую коллекцию футбольных курьезов. Бомбардировали, бомбардировали, и вы бомбардировали. Обращаясь к нашим великолепным редакторам, смотри, что они написали. Этот гол в стиле «Бей своих, чтобы чужие боялись». Смотри, бах, нокдаун, гол, 2-0. Вот, кстати, вот все-таки есть люди, которые пытаются подумать даже, что Шамиль Гаджиев знает всех игроков ФНЛ. Нету. Ну что, друзья, продолжаем и двигаемся дальше. Наша следующая рубрика с таким немного ироничным названием «Метерскепс». Она посвящена и самым высоким, с точки зрения, это не я придумал, и надо так смеяться. А вот нашему герою, Арутюну Григоряну из России… Понравилось! Понравилось, да. Человек не самого высокого роста. Метр шестьдесят семь, да, насколько я помню, Арутюн? И забил, забил в семнадцатом туре головой. Это круто. Выпрыгнув, как Роналду в свое время, на три восемьдесят семь. Арутюн, Арутюн, невероятный прыжок, я думаю, что вас на это сподвигли достижения Майкла Джордана. Можно немножко об этом голе, как это происходило? Вы где-то за полем прятались, ожидая передачи, да, и потом в нужный момент вас никто не видел, вы подползли, выпрыгнули и забили. Как было? Да нет, в принципе, так, игровой эпизод так сложился. Передача пошла на Ткачева, и я знаю, что он делает очень хорошие передачи, в принципе, как-то подумал, что он будет как раз делать в ту зону передачу, и просто побежал, тем более за спину сопернику побежал, так получилось, что именно за спину ему открылся. И смотрю, мяч летит прямо в голову, и пришлось прыгнуть, ударил еще вниз, ну, как учили, в принципе, что надо вниз бить, и со скоком удачно залетел мяч. По карьере забили головой? Я в одном сезоне ФНЛ, по-моему, три или четыре за сезон забил головой. Вы знаете, что было сегодня от Министерства образования предложение, чтобы изменили знаменитую поговорку «Не мал золотник да дорог», теперь будет звучать как «мал золотник да григорян». Кстати, мне нравится, мне нравится. Можно изменить, кстати. Я бы удивился, если бы вы сказали «нет, не надо». Нет, я против. Только на армянском, чтобы это звучало. На армянском, кстати, красиво будет звучать. Да. Арутюн, к вашему голу давайте вернемся. При росте 167 сантиметров забиваете головой. Вопрос следующий. Вспоминая классику мирового интервьюирования, как считаете, ваша версия топ-3 невысоких маленьких футболистов, на которых равняетесь? Кто помимо Месси, помимо Месси, вот нравился... Что помимо-то? Помимо Месси и Гаджиева. Кто нравился? Да я на самом деле этот акцент на рост не делаю, если честно. Я только знаю вот инсинью, что он маленький рост. Блин, сейчас прям в голову никто так не бредет, если честно. Но Месси, понятное дело, Месси. Мне Верати, кстати, еще очень нравится. Естественно, не можем не воспользоваться таким шансом, общаясь с футболистом Арсенала, не обсудить невероятные спасения голкипера Арсенала в матч против КамАЗа в рубрике Стоп-3. Михаил Левашов выдал перформанс, может быть, даже на века. Не случайно супруга из художественной гимнастики. То, что творил вратарь в одном из эпизодов, который превратился в целую сагу, по его воротам били за одну атаку 97 раз. Левашов прыгал в воротах белкой, котом и, может быть, даже немножко красивой собакой. Но вопрос следующий. Вот есть Человек-паук, может быть, все-таки какой-то памятник человеку Левше, человеку Левашову уже в Туле поставить. Что он там сотворил-то вообще? Вот с другой половины поля. Вы видели, что там происходит вообще? Куда он летал? Как он прыгал-то вообще? На самом деле, невероятный эпизод этот был. Три раза отразил очень сложные мячи. Спас нас очень сильно. Ну, молодец, что сказать. Главное, чтобы он так и продолжал. И в каждой игре выручал нас. Дает сил по ходу матча, когда вот человек до куража на таком, пенальти не забили футболисты КамАЗа, моменты были нервизовали, вратарь тащит. И вот хочется, чтобы немножко за вратаря, за всю команду сыграть. Не, ну, конечно, конечно. Это придает силу, уверенности, потому что, когда ворота остаются неприкосновенные, то, ну, это добавляет уверенности очень сильно. Потому что, когда на ноль и в атаке, мы всегда сможем придумать и реализовать там моменты. Самое главное на ноль, чтобы в обороне было. Арутюн, вы же пожелаете всем людям, нефиганты, только футбольным, вообще планеты Земля и дальше смотреть подкаст под названием «Все еще лучшее». Конечно, обязательно все смотрите подкаст «Все еще лучшее», да? И лучшую Лигу мира, смотрите, обязательно. Подожди, подожди, Арутюн, и на армянском можно это же самое? Это будет очень тяжело сделать. Пытался. И не получилось. И не получилось, да, бывает такое, к сожалению. Да, так говорил. Спасибо большое, Арутюн Григорян у нас был с нами, приятно было пообщаться. Яркий, молодой, классный, невысокий и метр, метр. С кепкой! Да. Спасибо большое, да. Правда, без кепки был у нас. Спасибо, вам спасибо. Очень приятно было с вами пообщаться. До новых встреч, я думаю, таки голов будет много, но Али Вашова мы еще достанем, обязательно. Отпуск года. Следующая рубрика, посвященная Джоэлю Фамие, который забил в матче Алане против Динамо Хачкала в Каспийске. Победный мяч за пару минут до конца игры. Там была ошибка защитника. Там Фамие попал в ворота, уже, можно сказать, пустые. Да, вот пробил между ушами у капитана команды Динамо. Попал в сетку. Важнейший гол, который принес Рубину важнейшие три очка. Команда не проигрывает пять туров. Но герой Фамие, который семь матчей не забивал, кажется, с августа очень давно. Лучший снайпер первой части чемпионата. У него было пять мячей, там, но забивал вначале, потом взял паузу. Но при этом, при том, что паузу, он попал в состав сборной ГАНа в расширенный список на поездку на чемпионат мира. Вот в эту страну, которую ты называл. А я про другое хочу сказать. Катар. Катар, да. Я про другое хочу сказать. Мне, как дагестанцу, особенно лестно, что мы в первом же нашем подкасте выводим отпуск года и Махачкалу. Я сразу вспоминаю, я сразу вспоминаю молодость, я вспоминаю вот этот... Взял вот так шашлычок, вышел, пошел по горам погулял. Вернулся через год, да. Да, в общем, не будем об этом, друзья. Уже другим человеком. Да. Это другое. Да, и вот нам сейчас покажут, как Фемье летал в Ганну. Обрати внимание, как его встречают. Это встречают футболиста Оренбурга, когда он еще играл здесь у нас в первой лиге. Не в этой там РПЛ, которую все там любят и знают. Где он и не играл никогда еще. Да, по сути, да. Да без по сути не играл. Да, а пожалуйста, здесь вся Ганна вышла, танцует. И я боюсь представить, что будет. Мне вот это очень понравилось. Вот такие поля, ты вот, понимаешь, молодость, я тоже. Это вот поля, которых в России, ну, наверное, сотни, миллионы, миллиарды. Где вот на этих коровьих лепешек мы тоже творили футбольное волшебство. И вот видите, эти ребята, это будущие, там, кто у них? Сали Мунтари, Асамо Агьян, Майкл Эсиен. И вот Джоэль Фемье, там, босиком он играет. Он пятки розовые бегает. А смотри, видел, да, Фемье, вот тоже чисто футбольная привычка. Только в мяч руку попадает, все сразу-сразу судье напихивать начинает. И, конечно, играли на жопу, понятно. Однозначно. Три выхода на один на один, там, это угловой. И все прочие, там, триста, перекладина. Обычный приз в чемпионате Ганы. Фемье отдыхал, это еще он был в Оренбурге. Смотрим видео прошлой зимы, когда он поехал в родные края, там сыграл. Там был вот этот марш, проход по, не знаю, что-то, деревне, село, город. Может, столица вообще, не знаю, что это такое в Гане. В общем, какие-то заросли дома. Но как живут люди, это, опять же, не нам судить. Вопрос, потому что помогает там женщинам, помогает старикам, детям красавиц. Есть возможность, почему нет? Это вот, да, видите, эмблема Оренбурга еще оттуда уезжал. Сейчас, я думаю, если вот вышли ребята на улице, когда он еще, да, не был игроком Рубина, когда он еще не был футболистом, вернувшимся в сборную, да, то когда он приедет сейчас, то, я думаю, там вообще будет какое-то тупотворение, его возьмут. Рассказывали про кого-то из сборной Ганы. Слушай, да прикинь, Гана повторит свой успех чемпионата мира. А, не про сборную Ганы, про Бафеми Мартинса, который играл за Рубин же, это нигерийский нападающий, который приезжал там и что-то домой стрелял там из золотых пистолетов, ездил он в золотых машинах. Ребята там патхи на такие роскошные вещи, поэтому, может быть, и с Фомие будет нечто похожее, его будут поднимать, нет, поднимать, его будут с самолетой нести прямо вот на руках до родного края. Смотри, мы сказали, что Фомие на чемпионат мира может поехать, а представляешь, Гана повторит свое чудо 2010 года, опять выйдет невероятно далеко, чего мы, конечно, хотели бы сборной Гане пожелать. Нет, я нет. Да я за все, я за Фомие. Странно, что было бы странно представить другой, если бы Шамиль Гаджиев не болел за сборную, еще прозвища «Черные звезды». Фууу. Ну, странно было бы. Фууу. Мы пробили. Знаешь, такие? Мы пробили, Вайта. Нагистанский москвичей же. О, ты сам этого хотел. Ну, естественно. Я подготовил тебя, потому что ты это сделал. Ну, да нет, слушай, круто будет, если Фомие, блин, из первой лиги. Подожди, ну, вот давай, хорошо, давай, давай брасывать сарказм. Давай брасывать. Что, что поесть за сборную играть, конечно, круто будет. А прикинь, он забьется успехом А прикинь, он забьет С кем там Ганна играет? Когда наши доблестные монтажеры, монтажисты это сделают Это уже будет в марте И мы уже узнаем, что там ничего не получилось Нет, ну там крутая группа, там Португалия, Ганна, Уругвай, Южная Корея Ганна, Уругвай Нет, какая Ганна? Ганна, Португалия Роналду, Фамие Да? Кто этот Роналду? Фамие, да? Да, мы пробили, пробили, конечно В общем, Джоэлю Фамие мы желаем удачи Надеемся, что все у него получится Я думаю, что за него будет переживать вся Первая Лига Я просто боюсь, когда все это уже выйдет У нас все это будет уже известно Я вот видел, что Ловрен попал в заявку в сборную Хорватии Потихонечку народ там формируется Кто поедет Но из Первой Лиги никто не едет на чемпионат Кроме Фамие И Галаян едет в сборную Армении Друзья, это был Роман Вагин Меня зовут Шамиль Гаджиев Это были вы Надеюсь, вам понравилось Смотрите подкаст Все еще лучше И у вас все будет лучше, чем у кого? У нас Не мудрено? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!